Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня, сегодня у меня день подкормок. И когда я сегодня перед этим томатным полем стояла, я говорила, что в разных частях огорода у меня будут разные подкормки. И вот уже есть первые результаты, есть некоторые локации, которые я уже обработала. Вообще мы сегодня занимаемся подвязкой и посынкованием. Вон там Катя у меня учится посынковать, помогает мне подвязывать. А я хочу рассказать о результатах, о тех районах, которые уже я обработала. Конечно, это теплицы. Вот к тому времени, пока выйдет этот видеоролик, вы уже, вероятно, увидите видеоролик о борном опрыскивании в теплице. Вот смотрите, в этой теплице, где осенью был внесен, ну как был подготовлен грунт, тут был внесен перегной, суперфосфат и калий. И осмотрев состояние растений, я решила, что полной комплексной подкормки им еще не нужно. И вот в этой теплице я сделала полностью органическую подкормку в два этапа. Вчера я запустила туда через капельный полив, сейчас покажу вам, вот через эту бочку капельного полива, вчера туда я запустила гуми. Вот этот вот эликсир плодородия, в прошлом году я тоже это делала, он как раз на 200 литров. А сегодня я завершила обработку томатов борным опрыскиванием. Так что вот смотрите, когда я говорила, что у всех будут подкормки разные, вот у меня в этой теплице получилось, что я вот этот черный пастообразный порошок природный развела и сделала борное опрыскивание. В теплице, которая у меня в теплице с подогревом, там вы знаете, что я высадила раньше, там уже налились плоды и там вот этого им будет мало. Я там скорее всего хочу подкормить барафоской или комплексным каким-нибудь удобрением, но с добавкой микроэлементов. Но вот эта теплица, вот я посмотрела, я же говорила вам, что азот здесь не нужен, здесь была удобрена земля и что не было у меня необходимости подкармливать полным комплексным удобрением. Как я подкармливаю вот этим гуми, я сейчас вам покажу, ничего сложного там нет. Ну и вот опять про то же, что специалисты рекомендуют все-таки чередовать минеральные и органические удобрения. Вот у меня в теплицах будет первые, это органика. Следующие через полмесяца, возможно, я сделаю комплексным минеральным удобрением. Может быть еще что-то, но вот первая подкормка у меня вот такая. Посмотрите, как я готовлю вот это гуми, может быть кому-то пригодится. Многие начинающие садоводы при работе вот с такими пастообразными удобрениями, они теряются, потому что да, сыпучие или жидкие, проще вылил в воду, развел и добавляй куда хочешь. А вот эта паста, она как фитоспорин, сложно как-то выемку сделать из пакета, выковырить. Я делаю просто, я сейчас вскрою этот пакет, закидываю его в трехлитровую банку с водой и прям там рукой, как бы, ну, немножко пошебуршу. И все вот это вот пастообразное вещество все вымоется, вымываю до чиста, чтобы ни один грамм удобрения не пропал. Сейчас покажу вам. Вот я пакетик вскрыла, видите внутри что? Оно такое, что его ни ложечкой не возьмешь, как солидол какой-то густой. Я сейчас в банку его туда прям заталкиваю и сейчас залезу рукой и все там его вымою. Я изначально тоже пыталась и ложечкой выковыривать, и выдавливать, все равно на стенках пакета остается очень много. А когда его полностью помещаешь, весь пакет в воду, он вымывается очень быстро, прям буквально несколько секунд без проблем. Конечно, я потом сейчас его, после того, как вымою, я все его тщательно перемешаю и из этой банки в другую перелью, отфильтрую, чтобы не забились вот эти дырочки капельного полива. Вот я достала пакетик, видите, вымывается средство до чиста, до чистых стеночек, никогда ни ложечкой, ни просто выдавливая, не добьемся мы этого. Вот этот вот пакет написано на 200 литров, вот как раз 200 литровую бочку я весь этот раствор перелью, но еще раз говорю, после тщательного размешивания и после фильтровки перелью на бочку и включу капельный полив. Вот отфильтрованный, вот этот весь разведенный, пропущенный через хлопчатобумажную плотную ткань. Сейчас я волью этот концентрат, это вот маточный раствор, вот в эту 200 литровую бочку и с капельным поливом она разойдется у меня по всей теплице. И вот про такие черные гуматы я хочу сказать несколько слов. Те, кто боятся, вот опять же про то, фу сколько химии, те, кто боится использовать минеральные удобрения, можете вот эти различные гуматы использовать без опасения. После применения вот таких вот препаратов для подкормки растений, растения получаются плоды экологически чистые, но все наверное это знают. И вот это хороший вариант для тех, кто не хочет, вот полностью, вот как принципиально не хочет вот эти минеральные удобрения использовать, но что-то все равно растениям нужно, вы же понимаете. Тогда можно вот эти использовать, они есть жидкие в бутылках, уже разведенные, есть вот такие пастообразные, я уже несколько лет их применяю и чередую, стараясь чередовать органику с минералами. Получается очень хорошо, хотя делаю это редко. Вот гуми в прошлом году один раз за сезон запустила через капельный полив в теплице, ну а уличникам, конечно, ничего этого не досталось. Но если есть возможность, то, конечно, 2-3 раза можно сделать за сезон.